Добрый вечер, это программа «Здравый смысл». Сегодня говорим о том, каким будет ЕГЭ в этом году. Тему-то обсудим со специалистом. Ольга Ефимова, представитель управления образования, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Алексей, спасибо, что пришли на сегодня. Добрый вечер. Для телезрителей, я напомню, телефон прямого эфира 648686, звоните, задавайте вопросы гостям. Ольга Алексеевна, какие основные все-таки принципиальные новшества ЕГЭ в этом году будут, предполагаются, расскажите. Ну, совсем принципиальные новшества – это то, что изменилось подход к пунктам проведения экзамена. Сегодня термин «высокотехнологический пункт проведения экзамена». Это значит, что будет изменена сама процедура проведения ЕГЭ, изменена в части получения ребятами экзаменационных материалов. В этом году им не будут привозить контрольно-измерительные материалы, то есть тесты. Они будут печататься в аудитории. Это оборудование получено. В каждой аудитории уже установлено, и 13 мая прошла апробация. То есть ребята, как горячие блинчики, будут получать тесты и по ним работать. Кроме того, полученное оборудование мы будем сразу же, после завершения экзамена, сканировать их работы и отправлять в региональный центр обработки информации. Но все это, наверное, для того, чтобы более объективно была проведена ЕГЭ, чтобы не было утечки информации, чтобы все дети были в равных правах. У птички информации нет, но есть в интернете демонстрационные задания. И, насколько я понимаю, четверть из них, но практически точно такие же, могут попасться потом на экзамене. То есть вот как бы смысл тогда в чем? Это натаскивание происходит детей или что это? Нет. Дело в том, что в конце сентября, в начале октября Федеральный институт педагогических измерений специально и для детей, и для педагогов размещает демонстрационные материалы. То есть это и демонстрационный вариант теста, это и спецификация теста, это кодификатор. То есть спецификация, говорится, в каком задании какой материал проверяется. Кодификатор говорит о том, как проверяют и сколько баллов за каждое задание ребенок может получить. Кроме того, в режиме онлайн по каждому предмету есть все задания, которые будут на ЕГЭ. И, пожалуйста, в режиме онлайн провешивай, что тебе попадет? Но тут уже фортуна, может быть и четверть, а может быть и все, что ты провешал. По-моему, в этом году, да, введен Всероссийский день пересдачи? Да? Расскажите. Ну, Всероссийским днем пересдачи его нельзя назвать, но то, что ребята будут пересдавать в сентябре ЕГЭ, это будут те, которые не смогут сдать в июне, они могут пересдать в сентябре. Но пересдать только русский язык и математику. Предметы по выбору только через год. А это, да, возможность такая у них будет. Как в целом организована будет не пересдача, а сдача основной ЕГЭ в Первоурайске? Расскажите, все ли пункты готовы в принципе? Организовано традиционно, мы это уже как бы столько лет проводим, у нас работают 4 пункта ЕГЭ на базе школы 2, 5, 7 и школы 15. Ребята из разных школ города приходят на пункт проведения экзамена, сдают экзамен, ну и уходят с пункта проведения экзамена. Может быть, пункты все готовы, 12 мая городская комиссия приняла эти пункты, проверила готовность пунктов проведения экзамена. Может быть, что нового с изменением порядка проведения ЕГЭ будет в этом году? Если в прошлом году даже уже было, что при входе в школу считалось, что это пункт проведения экзамена, то в этом году пункт проведения экзамена может начинаться и на втором этаже. То есть вход в пункт проведения экзамена будет только тогда, когда ты прошел металлодетектор. Ты предъявляешь паспорт, гражданский паспорт, проходишь металлодетектор, вот тогда ты считаешься, что ты зашел в пункт проведения экзамена. Вот это может быть такое вот новое в плане того, что будет в этом году. Пункты проведения ЕГЭ вне школы будут организованы? Например, ребенок там болеет, он не может прийти в школу сдать. Да, Алексей, в этом году у нас есть, впервые в этом году у нас такое, у нас будет ЕГЭ на дому, то есть в квартире ребенка будет открыт пункт проведения экзамена, потому что он выбрал ЕГЭ. Но вообще дети с ограниченными возможностями могут выбрать ЕГЭ и попросить спецрассадку, они могут сидеть отдельно в аудитории, у них может быть ассистент медицинский работник, а могут быть выбрать форму ГВЭ, то есть государственного выпускного экзамена. И вот ГВЭ на дому мы уже организовывали не один раз. Чем отличается вот ГВЭ от основного? Ну, ЕГЭ, так скажем, это тесты, а ГВЭ – это традиционная контрольная работа по математике, традиционное сочинение или изложение, что выберет ребенок. То есть это другие контрольно-измерительные материалы. Напомню, телефон прямого эфира 64-8686, если мы еще успеваем принимать вопросы, звоните. Технически, то есть перворайские, он готов к сдаче ЕГЭ. Да, готов. Это все как бы готов. Хорошо. А перворайские выпускники, как они могут самостоятельно все-таки подготовиться к ЕГЭ, если такая возможность, если у них остается еще время для этого? Ну, вот мы с вами проговорили о том, что в режиме онлайн они могут порешать. Кроме того, педагоги им предлагают различные тесты, в которых они могут поучаствовать самостоятельно, точно так же через интернет, очень много сегодня сайтов, которые предлагают эти вещи. Есть сегодня книги, прямо тесты, подготовка к ЕГЭ по всем предметам 2016. Но всем рекомендую ребятам, что эта книга должна быть только ФИПИ, Федерального института педагогических измерений, что вот они как раз предлагают по тем демоверсиям варианты ЕГЭ. Результаты ЕГЭ, сколько они будут храниться? Результаты ЕГЭ нигде не хранятся. Они хранятся в электронном виде и 4 года. То есть у каждого ребенка свой личный кабинет и по паспортным данным на сайте ЕГЭ.ру они могут зайти в свой личный кабинет и узнать свои результаты. И они хранятся 4 года. Они могут также подать апелляцию, да, если недовольны чем-нибудь? Да. Апелляция подается в двух случаях. В первый случай можно подать апелляцию, не выходя из пункта проведения экзамена, если выпускник считает, что нарушена процедура проведения экзамена. Если он вышел с пункта, то такую апелляцию уже принимать у него никто не будет. Но смотрите, он ведь рискует, потому что могут как повысить баллы, так и оставить, так и понизить баллы. Нет, Алексей, это другая апелляция. Это другая апелляция? Да. А вот вторую апелляцию он может подать, если он не согласен с полученными баллами. Вот в первом случае, если апелляцию принимают к рассмотрению, то его результаты аннулируются, и ему предоставляется право пересдать этот экзамен. Если эту апелляцию не принимают, то те результаты, которые он получил, будут и так, ну как бы, так он будет иметь эти результаты. А вот если он подает второй вид апелляции о несогласии с выставленными, с полученными баллами, вот там да, то есть когда апелляционная комиссия рассматривает, то могут отклонить апелляцию, сказать, что все есть как есть, могут повысить баллы, могут понизить баллы, то есть эта работа проверяется заново. Понятно. Есть у нас звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос. У меня дочь заканчивает девятый класс. Мы хотели бы поступить в десятый, и нам классные руководители всячески препятствуют в этом. Она говорит, вам делать в десятом классе нечего, это не для вас. Вот хотелось бы узнать, какие-то требования есть ученику, чтобы он мог спокойно перейти в десятый класс? Спасибо. Ну, для того, чтобы ребенок поступил в десятый класс, он должен сдать основной государственный экзамен, получить аттестат об основном общем образовании. Чтобы получить аттестат и чтобы сдать экзамены, кроме русского математики, он должен выбрать еще два обязательных предмета, любые на выбор учащихся. Но сдать он должен обязательно четыре экзамена. Вот это отличие, кстати, Алексей, от одиннадцатого класса. Если в одиннадцатом для аттестата достаточно только русского и математики, то в девятом классе для аттестата надо выбрать и сдать четыре экзамена. Чтобы поступить в десятый класс, я продолжу ответ на ваш вопрос. Дело в том, что, видимо, тот уровень знаний, который имеет ваш ребенок, может быть, он не отвечает тем требованиям, которые идут по программам основного общего образования, либо по программам среднего общего образования. Но тут, как сказать, вы вправе с ребенком подать заявление в десятый класс. Администрации не вправе отказать вам в приеме в десятый класс. Но то, что они могут устроить конкурсный отбор, сегодня есть такой приказ Министерства образования Российской Федерации, каждая школа вправе набирать в десятый класс ребят по отбору. И это право школы. Есть еще звонок. Слушаем вас. Сдавайте вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. У меня ребенок с ограниченными возможностями. Вы сказали, что можно ЕГЭ сдавать на дому. Но у нас комната всего лишь 12 метров, и условий заниматься нет. Ваш ребенок сейчас, в этом году, сдает экзамен? Или вы говорите о будущем? В следующем. В следующем году. Значит, ситуация такая. Ваш ребенок может сдавать ЕГЭ и не на дому. Он может сдавать в пункте проведения экзамена. И тогда для него будет организована отдельная аудитория. Он будет один в этой аудитории. Вы можете быть помощником ему. Вы можете попросить ассистента медицинского работника. Ему может быть увеличено время проведения экзамена до полутора часов. То есть совсем не обязательно, что ЕГЭ будет проходить на дому. Это индивидуально решается по заявлению ребенка согласие вашего. То есть на заявлении ребенка идет согласие родителей. Поэтому, когда вы на следующий год до 1 февраля будете подавать заявление, в этот вопрос администрации еще раз задайте, что вы хотели бы ЕГЭ сдавать в пункте, но со спецрассадкой в отдельной аудитории. И все для вас расскажут и сделают. Этот не вариант, что только на дому. Нет, есть такое, что и в школе сдают на пункте проведения экзамена. Минимальные требования к выпускникам и баллы по ЕГЭ, они будут меняться в этом году? Минимальные опять же? Нет. Все дело в том, что они установлены, Рособранадзором, определены приказом. Эти баллы были в прошлом году утверждены. И в этом году они стали те же самые. Единственное, что было и в прошлом году так, по математике и по русскому языку, для получения аттестата один балл, для поступления в ВУЗ этот балл более высокий. Они определены, да. Все эти баллы уже дети знают. В принципе, не сложнее, наверное, будет в этом году, чем и в прошлый год. Спасибо вам за беседу, спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Увидимся на телеканале Евразии. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин